Зачем Россия спасает Ливию? Зачем Россия спасает Ливию? Зачем Россия спасает Ливию? Зачем Россия спасает Ливию? Сарадж, представляющий официально признанное Западом правительство Сирии, обратился к Турции за военной помощью и турецкий парламент фактически дал добро на прямое турецкое вторжение в Ливию. Официально первая группа турецких военных прибыла в Ливию 7 января. Решение Эрдогана о прямом внешнем вмешательстве было бы вполне прагматичным с точки зрения понимания президента Турции национальных интересов своей страны. Ведь несмотря на целый ряд чувствительных поражений в Сирии и Египте, Эрдоган так и не забросил идею помочь ближневосточным странам поменять авторитарных светских руководителей на близких к туркам умеренных исламистов и таким образом взять под контроль Ближний Восток. На сегодняшний день правительство Фаиза Сараджа это последний оплот политического ислама в Северной Африке, поэтому Эрджеп Эрдоган попросту не может допустить его падения. Война туркам. Однако планируемая турецкая интервенция, даже в ограниченном виде через отправку военных советников и пушечного мяса из числа подконтрольных Анкарей сирийских боевиков, грозила резко обострить ситуацию на ливийской земле. Во-первых, интервенция Турции могла бы спровоцировать интервенцию других стран, например того же Египта, где планы турок были восприняты в штыки. Египетские генералы абсолютно не заинтересованы в появлении исламистской ливии, а тем более протурецкой исламистской ливии, которая может служить тыловой базой для исламистов из числа братьев мусульман, которых генералы свергли, но не уничтожили. Во-вторых, египтяне поучаствуют не одни. После турецкой интервенции ряд стран противников Турции, та же Саудовская Аравия, мечтающая расквитаться за инициированное Анкарой дело Хашок-Джи или западноевропейские фанаты в кавычках Эрдогана, могут резко увеличить материально-техническую поддержку Хафтара, дабы устроить туркам войну на истощение. В-третьих, турецкая интервенция могла спровоцировать рост агрессии со стороны местных. В своем телеобращении 4 января халифа Хафтар уже призвался отечественников сплотиться для сопротивления колонизатору, и не исключено, что на его призыв ответят. Ливия все-таки бывшая провинция Османской империи, и вторжение Турции будет рассматриваться действительно как возвращение колониального периода. Наконец, в-четвертых, тот бардак, которому приведет турецкая интервенция, грозит Анкаре потерей ряда ситуативных союзников в Ливии, например, того же Алжира. Алжирские власти, конечно, поддерживаются раджи и не находят общий язык с Ахтаром, однако их главная цель в Ливии – получить более-менее стабильного соседа, через границу с которым в Алжир не течет рекой оружия контрабанда и исламистские террористы. У Алжира с Ливией почти тысяча километров общей границы, на охрану которой страна уже вынуждена тратить до 500 миллионов долларов в год. В случае полномасштабной турецкой операции эти суммы вырастут. Неблаготворительности ради. Эрдоган тоже понимает все риски, поэтому он стремится работать вместе с Россией. Анкара надеется, что при посредничестве Москвы ей удастся продавить халифу Хафтара и заключить действенное перемирие между ним и Сараджем. И Россия участвует в этой комбинации, но не благотворительности ради, а сугубо по прагматичным причинам, как экономическим желанием получить контракты в Ливии, так и военно-политическим и дипломатическим. Во-первых, Россия банально не желает сталкиваться лбами с турками. Конечно, Владимир Путин уже заявил, что российские ЧВК не представляют официальную Москву, а турецкие власти уверяют, что никакого столкновения их войск и представителей ЧВК на территории Ливии не будет. Конечно, на сегодняшний день турецкие войска, не сирийские бандиты, федераты, а именно войска Эрдогана, работают лишь в качестве советников. А бойцы ЧВК Вагнера, по данным турецких СМИ, выведены с передовой. Однако вероятность инцидентов все равно остается. Во-вторых, российская помощь туркам, скорее всего, будет щедро оплачена, и не только уступками по Эдлибу, подконтрольной турком части Сирии. Мы видим фактически формирование ситуативного партнерства Москвы и Анкары по ряду вопросов, и ливийское сотрудничество может лишь укрепить это партнерство. В-третьих, успешное посредничество в ливийских делах резко поднимет авторитет Москвы, причем не только и не столько на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в Европе. Страны Старого Света, столько сделавшие для свержения режима Муаммара Каддафи, сейчас страдают от ливийского бардака, в частности, от постоянного притока африканских беженцев, которые используют ливийские порты для того, чтобы попасть в ту же Италию. Не случайно лидер ЕС Германия лично координирует процесс внутриливийского примирения и очень надеется на помощь России. Стоит отметить, что несколько дней назад именно ливийская тема стала наряду с Северным потоком-2 одной из основных на переговорах Ангела Меркеля Путина в Москве. Первый блин комом. Меркель, как и Путин, очень надеялась на то, что 13 января в Москве Сарач и Хафтар при посредничестве России и Турции подпишут действенное соглашение о перемирии. И надо сказать, турецкие и российские министры иностранных дел сделали для этого все возможное. Переговоры шли почти 8 часов, причем переговоры челночные, поскольку Сарач и Хафтар отказывались даже сидеть в одной комнате. В итоге Сарач согласился подписать соглашение о перемирии, а Хафтар нет, формально потому, что его не удовлетворили уступки Сарача. Хафтар хотел ввода своих войск в Триполи и вывода турецких сил с ливийской территории. По всей видимости, это решение было принято в том числе и под влиянием Египта и стран залива, не желающих легитимации турецкого военного присутствия в Ливии и обещавших фельдмаршалу увеличить объем помощи и финансирования. Однако это решение, безусловно, не окончательно. Как известно, стороны согласны на компромисс лишь тогда, когда уверены в невозможности победительным способом. И когда, точнее, если Халифа Хафтар поймет, что он не сможет победить, готовывая идти до конца Эрдогана, позиция фельдмаршала изменится. И российские дипломаты, по всей видимости, будут активно работать над тем, чтобы это осознание пришло к господину Хафтару как можно быстрее. Геворг Мерзаян. Зачем Россия спасает Ливию?